Добрый день, с вами канал легендарные подразделения Новороссии. Наш гость сегодня Сергей, позывной червонец, вы его все знаете. Сергей отсутствовал некоторое время в медиапространстве. В связи с тем, что Геннадий заболел, он сейчас лежит с больной ногой и находится на лечении интервью, беру я. Сергей, скажите, пожалуйста, очень многие зрители канала, читатели спрашивают о вашей судьбе. Что же с вами случилось после того скандального интервью, которое вы дали в интернете? Ну, значит, меня вызвали, как говорят, в учреждениях на ковер к руководству. Сказали, что я высказался довольно хамски, чего не отрицаю. Я, где виноват, я говорю, виноват. Какая-то проблематика просто обозначалась не очень корректной, недопустимой форме. Да, да, недопустимой форме. Скажем так, значит, воинским языком, сейчас я уже как бы не военный человек, получается, я сейчас гражданин. Если говорить воинским языком, я обратился не по форме. Мало офицеров знает, что такое, значит, отвечать по форме. Это касается особенно большой Украины, там, где в подчинении у Порошенко генералы, там, Аваковы, вот это вот, вся вот эта, псевдо-военные. Вот они понятия даже не имеют, что такое отвечать по форме. То есть в Украине за подобного рода высказывания могли просто расстрелять? Обвинение мне не выдвинули, потому что в моих словах состава преступления нет. Я никакие бунты там или ни на какие там, значит, какие-то радикальные меры никого не призываю. И честно вам говорю, радикальные меры не решают ничего. То есть, как показывает практика, у нас уже год на Украине происходят радикальные меры. Вы что-нибудь решили? Ну, конкретно. То есть в Украине, на той стороне, я спрашиваю тех людей, которые избрали Порошенко, вам лучше стало жить? Вот смотрите, я сейчас попал под сокращение. То есть, значит, мы сокращаем ополчение, то есть, или армию, я не знаю. То есть, идут сейчас сокращение. Я попал под сокращение. На данный момент, по факту, я не будем забегать назад, то есть, вот по факту. У меня нет документов, так как они остались в Славянске и сгорели. У меня нет, значит, работы. Ту деятельность, которую я вел, я ее забросил, и она, естественно, перестала быть. И теперь столкнулся с вопросом, а что делать? И я думаю, что это не только я столкнулся с этим вопросом, а многие люди столкнулись с вопросом, а что делать? Вот, Сергей, вы обозначили одну из главных, первых проблем ополчения. Люди, которые по тем или иным причинам уходят. Да, да. Из-за ранения, из-за сокращения. Ну, в данном случае, конечно, это обидно и больно, но в данном случае это достаточно цивилизованно произошло. Нет, это не обидно, потому что обижаются другие люди. Это огорчает немножко. Скажи, меня это огорчает. Так вот, и что делать? Когда-нибудь предприятие открывали, первая бумажка, которую вы должны зарегистрировать, это какая? Статут. Установка. То есть, согласно, да? То есть, если вы открываете новую страну, первая бумажка какая должна быть? Конституция. Она есть? Если есть, покажите. Почему? Потому что я не могу строить планы в новой стране, не зная своих прав. Первая проблема – отсутствие Конституции. Конечно. Она должна быть принята. Конечно. Вы же руководитель, вы взяли управляться, предлагайте на рассмотрение, значит, людям. А люди уже, ну, согласно этой Конституции, то есть, да, вот они издадут-ка, вот, то есть, сделать объявление, там, по любой передаче, да, то есть, вот Конституцию мы принимаем вот такую-то. Вот, вот рассмотрите, пожалуйста, там, в течение месяца, там, значит, какие-то там, ну, я не знаю, смс-ками проголосуйте, хотя бы так уже, потому что люди разучились писать, но хотя бы смс-ками. Ну, у тебя, вот, как у Сергея Кушпиты, у тебя будет предложение, вот, для Конституции, оно должно быть принято в кратчайшие сроки. Есть какие-то, вот, твои личные предложения, которые бы ты там хотел видеть? Ну, я думаю, это, понимаете, это не хватит времени, знаете, в двух словах или на двух листочках, значит, усмотреть все интересы людей, да, и всех национальностей, которые проживают на территории Донецка. На себе я ничего не хочу решить. Вот, можете смеяться, можете, там, ухмыляться. Я хочу просто помочь людям. Почему? Знаете, я настолько нехороший человек в прошлом, и дал наивысшему иерархическому управлению Бог исправиться. И мне ничего, то есть, мое исправление может только, понимаете, я могу исправиться, только если я буду помогать людям. Но помогать людям, это не значит давать подачки в виде 10 гривен, там, где-то в детский дом привез, там, Барбариса какой-то, подачка. А вот дать образование детям, да, дать каждому ребенку, папу и маму, пусть даже, вот, честно, если бы у меня были финансы, я бы их всех усыновил. Вот мне моей любви хватило бы нам бы всем с головой. Вот реально, то есть, я хочу, чтобы каждый ребенок, вот, каждый ребенок, понимаете, почувствовал, что такое папа и мама. Если, ну, я интересен правительству, ну, кому угодно, на благо Отечества, меня не интересует, ну, там, вид заработка, там, еще что-то. Но мне интересует та идеология, ну, за что мы будем, что мы будем строить. Я всегда, ну, в любых, значит, война, я знаю военное дело, политика, я знаю политику, внутреннюю, внешнюю, глобальную. То есть, если надо, то есть, я могу и рассказать вообще, как это свысока, посмотри, на весь, в целом, земной шар. Я бы хотел быть полезен своему государству.